А куда деваются деньги, которые дополнительно приходится платить российской экономике за высокую процентную ставку? В данном случае они запросили госкорпорации 650 триллион рублей. Куда эти деньги уходят? Их до этого не надо было, а тут раз решение в пятницу принял ЦБ, и возникла потребность дополнительно собрать с народа и с экономики дополнительно 650 миллиардов рублей. Куда они уйдут? Откуда они придут, мы понимаем. Они же запросили в бюджете. То есть они просят сократить расходы на пенсионеров, на оборону, на безопасность, на здравоохранение, на образование. И эти деньги дать этим корпорациям, чтобы что они с ними сделали? Чтобы они отдали их банкам, а банки их отдали Центральный банк. Куда эти 650 миллиардов делятся, когда они поступят, отнятые у народа из бюджета, когда они поступят в Центральный банк? Они поступят в валютные резервы в долларах, либо в производных от долларов, типа юань. Ши юань выпущен в объемах валютных резервов Китая долларовых, а это больше трех триллионов долларов, так напоминаю. Они поступят в валютные резервы и будут стерилизованы, либо конфискованы в рамках санкций Соединенными Штатами Америки. Мало того, все, что поступает в валютные резервы, это выкуп доллара. Выкуп доллара – это эмиссия ФРС в Америке. То есть они напечатали, мы купили за реальные товары. А то, что они напечатали по закону 1905 года Соединенных Штатов Америки, поступило в бюджет Соединенных Штатов Америки. То есть мы эти 650 миллиардов направили через валютные резервы, через банки в бюджет США. А бюджет США направил их на поддержку Украины. Например, вот о чем и разговор. И это чисто колониальная схема. Поэтому что мы говорим? Центральный банк – сам элемент колониальной машины. Вот той самой, которую Путин назвал, что мы сейчас ведем борьбу национально-освободительного характера. То есть мы же ее еще не закончили, мы не победили. Соответственно, мы не имеем национальной свободы. То есть мы колония. Раз мы колония, значит мы кого-то содержим. Мы содержим в данном случае Соединенные Штаты Америки. И вот это показывает еще раз дополнительный механизм финансирования Соединенных Штатов Америки. Поэтому это вопрос суверенитета.